Приветствую вас на своем канале, с вами я Оксана Пашко. Сегодня я покажу вам, как сделать разрыхлитель. Такой разрыхлитель самодельный. Я использую каждую свою выпечку. Его сделать очень просто. Из всех, все доступные ингредиенты есть, я думаю, у каждой хозяйки дома. Для разрыхлителя нам понадобится лимонная кислота, 3 части, сода, 5 частей и 12 частей муки пшеничной. Так как лимонная кислота у меня такими крупинками, я ее буду измельчать. Измельчаю я в ступке, насыплю больше и разотрую ее. Разрыхлитель мы будем насыпать в вот такую баночку, чтобы она плотно закручивалась, туда не попадала влага. Банка должна быть полностью сухая. Никаких капель воды, ничего не должно быть. Сухая и чистая. В эту баночку я насыпаю теперь 3 части лимонной кислоты. Лимонную кислоту я измеряю, чтобы она была хорошо измерена, вот так, ложкой. И вот таких 3 ложки, без горочки. Без горочки, почему без горочки? Потому что горочка может быть разная, когда меньше, когда больше. Чтобы у нас все было точно, я измеряю без горочки. Три. Сода. Обычная сода, пищевая. Соды должно быть 5 ложек. Если попадаются вот такие крупинки соды, то их желательно растолочь, чтобы их не было. 5. 5. Мука. Мука пшеничная, 12 частей. 12 ложек. Как я измеряю, 12 ложек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Остинь. Двенадцать. Девять. Десять. Двенадцать. Двенадцать. Когда все добавили, перемешать с ложкой. Закрыть баночку плотно. И еще раз ее хорошенечко перемешать. Вот такой получился у меня разрыхлитель. Ничем не хуже, чем покупной, зато намного дешевле. И если вдруг дома не стало разрыхлителя, вам не надо никуда бежать. Быстренько сами себе его сделали и соответственно использовали. Рецепт этого разрыхлителя я напишу еще под видео, чтобы было удобнее смотреть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!